доброй ночи друзья не не думайте что вот это белое топонос это не так это комбикорм это он когда засыхает становится беленький там ну как бы пшеница и пшеница молодая но как мука и вот оно как тесто и выглядит вот так я вчера не снимал тут ролик просто не успел уже по времени было очень поздно и мне уже не было силы как бы ну знаю что вы переживаете за поросенка у пупырки сейчас мы к не исходим но так как тут свинюшечка начала кормить то думаю что мне нужно тут заснять ее и показать вам что поросятки пустила молоко а этот валенок не сосет а где твоя титька вот бери 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 пустила молочко о о о о пустила пустила поели поели все это все происходит очень быстро буквально прям одна секундочка тут все 11 поросят на месте ничего визуально не меняется 7 поросят хороших два поросенка худых и два маленьких при том маленькие выглядят потолще чем два худых больших не знаю почему так и не знаю почему они худые потому что соски все одинаково молочные ну я имею ввиду свиноматка молочная но при этом вот два поросенка просто какие-то кастлявые вот один и второй мне кажется что они даже он эти они уже лезут в кормушку такое впечатление что они не умеют сосать в имя и вот эти несколько секунд пока свиноматка дает молоко они что-то делают не так потому что те поросятки которые сосут нормально они выглядят хорошо даже посмотреть на вот этих бздюшечек они вот визуально начали укрупняться укругляться я не знаю как правильно сказать и выглядит достаточно неплохо ну вот так а это конечно мне загадка почему она такое худое но познаете перепела опять начали орать и я когда я когда ну вот у меня появляются поросятки то я надеюсь что они все вырастут хорошие я их все смогу продать ну в конечном итоге получается что кого-то мне приходится оставлять себе на откорм но как бы мясо сало берут поэтому я не вижу в этом проблемы с кормами сейчас как бы я немножко заготовился ну как немножко на мне хватит на весь год пшеницы ячмени кукурузу придется покупать я понемножку беру но это уже все равно не в том объеме нужны корма как надо ну как было до этого потому что все корма покупал но легче будет так что вот так ну короче просто просто непонятно надеюсь надеюсь что они хотя бы смогут по времени дотянуть до того возраста когда они смогут кушать но как бы грубые корма те которые кушает или поросятки короче нужно им оставить будет корм для поросят но так это что шишка какая-то но это нужно съездить по комбикорм это что у тебя за это какая-то шишечка тут я сюда не колол это какой-то лимфоузово с этой стороны а с этой стороны нету непонятно нужно съездить по комбикорм может поеду к сестре и заеду куплю и как бы у меня там есть заказ мне нужно мясо будет отвезти в андреевку ну как бы это не специально я буду ехать чтоб мясо отвезти а вот так оно все в кучку насобирается их сестре заеду в гости да и мясо отвезу и комбикорм куплю это так чтоб не за одну поездку много дел сделать но это нужно сделать в какую-нибудь такую прям жаркую погоду потому что то была прям жара жара а сейчас немножко так поводка по прохладнее стало и непонятно может еще с сестрой съездим на речку ну как бы вот такие мысли вслух и и привезу комбикорма это нужно сделать на на следующей неделе как-то ну там понедельник вторник и уже ставить поросяткам кушать потому что ну блин ну что с тобой не так что с тобой не так ну мама же хорошая мама же хорошая вот что не так валенок так что вот такие дела как-то летом все равно поросятки послабее но как есть как есть все а ну давай сейчас будем тут помогать я как всегда кушать не успел даже почистить но как только я заметил и корне хорошо про viverку только пришел как только заметил кормление то думаю нужно это все поснимать ложись ложись скажет евчно это ложись вот так ложись ложись хорошая давай ложись ложась на эту сторону это правильно ты не любишь на эту сторону ложится. Но для поросят так лучше. Еще позавчера, как бы, такой я ролик показал, да, что заснял, что нервы мои сдают. И это так и есть по поводу вот этих как бы огорызков. Не поросят, я не знаю, как их назвать. И, короче, короче, я не знаю, как их еще по-другому назвать и что мне с ними делать. Ну, вы видели, да, все ровненькие, такие хорошенькие поросята были у манки, кроме вот этих двух. А тут раз, по непонятной причине, почему-то два начали начали как будто голодать. При том, что соски никто ни у кого не забирал. Они сосут соски, но что-то у них не получается. Как бы, я свиного языка не понимаю, поэтому ничего не могу сказать. Позавчера я снял ролик и вам показал поросеночка булочкиного маленького. И, как бы, я думал, что он пропадет до следующего дня, то есть вчера. Но он какой-то странный поросенок. Не знаю, чем он там питается, но у него ничего не поменялось за вот эти, можно сказать, двое суток, потому что ну, вчера я тут ролик не снимал, да? Вот так. Вот этот поросеночек из этой тройки такой, как и был, чуть лучше. Вот этот чуточку послабее из этой троицы, которые так и бьются за два соска. А вот этот не становится ему не лучше, не хуже. Такая свинья голодная и холодная. Ну, как бы, холодная это так, образно. Тут тепло и, ну, как бы, у них все нормально. А четыре поросеночка просто как леночки. Это значит, то, что четыре поросенка толстых, это показатель молочности свиноматки. То есть, значит, у свиноматки молока предостаточно, но три валенка ненормальных почему-то решили, что им нужно те два последних соска. Ну, и как-то сами себя испортили. А четыре поросеночка ну, вот те какой просто просто толстая вот такая блестящая сарделина. Прям хорошая. Прям все четыре. Вот, вот, вот. Ну, и что я могу сказать? Могу пупырку похвалить. То есть, сто процентов она будет оставаться на свиноматку на второй опороз. Посмотрим, как у нее будет второй опороз. И что немаловажно, у нее хороший аппетит. Если у других свинок я сейчас буду выгребать в камушке, то пупырка кушает как Пепа. Ну, как бы вы тоже писали, что Пепа звезда канала, а пупырка 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 ей это на пятки наступает, да, что типа может ее немножко стала подвинуть. И вот то, что пупырка кушает, это просто классно, просто потрясающе, потому что из всех свиноматок вот сейчас с поросятами кушала только Пепа, ну, который вот кормили, да, в жаркое время. Пепа и пупырка. Ни манка, ни овсянка, ни булочка, ни хавронья. Аппетита за время кормления нету. А пупырочка все подъедает, такая молодец, никаких к ней вопросов. Вот тебя хвалю, тебя хвалю, хотя, хотя и по морде тебе дал, да, ты мое хорошее. Но она меня уже простила, уже не обижается, не дергается, в загон меня к себе свободненько пускает и даже может лечь, если я ее попрошу. Давай, пузо выворачивай, давай, деточек, кормить, давай, ложись. Будешь ложиться, нет? Скажи, я только покормила. Ну, вот так. Надеюсь на то, что поросятки, хоть и такие чахлые, выкарабкаются, ну, как бы, до возраста, когда начнут кушать. Ты хорошая мамашка, да? Маленькая, хорошая мамашечка. А дальше мы их выкормим. Вот так. Те семь поросят, которые на том дворе, я уже на них поглядаю и думаю о том, что, как бы, у них сделают так, как с индюками, да? Не буду их рассаживать на два загона, а начну просто постепенно просто убирать поросят. Ну, не то, что там всех, там загон где-то на пять, на четыре поросенка до больших можно вырастить, а сидит семь. И можно просто будет одного убрать, как бы, и для себя, может, что-то продать и, короче, и им будет свободнее. Вот так, убирать с самых больших начинать, хотя, это неправильно, потому что, раз они большие, значит, они быстро вырастут, но в маленьких точно там нечего убирать, как бы, вот такие вот делишки, да, у нас. Вот ты хорошая девочка. Да, толстушки мои? Вы мои хорошие. Да что такой маленький кабанюшка? Кабанюшка такой, м? Пупырочка, твои детки. Будешь кормить? Будешь кормить? Или не будешь? Ты хороший носик такой. Вот такие тут дела. Не знаю, что вам еще рассказать. Сейчас покормлю, немножко вот тут повычищаю. Я там не могу даже нормально поснимать все, потому что ничего не чистил. Но, знаете, как бы, уже много раз об этом сказал, что здесь никаких малышей нету. Я имею ввиду цыпляточек, утяточек, перепеляточек. Вот с ними было сложно. С ними было сложно вот эти пеленочки, баночки. А сейчас поилки сверху налил по баклажке и все и до вечера забыл. И точно так со свиньями. Выгреб минута в кормушках повыгребать, но насыпал и справился. Знаете, о чем думаю? Вот это корм нужно будет как-то посмотреть в интернете. Кормушки заказать какие-то пластиковые, но для свиней. Вьетнамки они не супер большие свиньи, поэтому можно какие-то металлические посмотреть. Чтобы была кормушка и поилка отдельно. Ну, это так на будущее, потому что зимой, когда в кормушке корм влажный, с ним ничего не происходит, а летом он закисает очень быстро, очень быстро закисает, и как бы и утром кормлю, выгребаю, и вечером кормлю, опять выгребаю из корыт, куром уже даже зерно не сыплю, потому что вот это все выгребаю. у меня, у меня, у меня, 4 квочки сидит, я их не подсыпаю яйцом, потому что они мне не надо, но вы мне часто в комментариях спрашивали вот в начале июня, квочек нету, квочек нету, есть, весь сезон есть квочки, но как-то этот сезон не доцеплят, и плюс я выводил в инкубаторе, и оно мне не надо, как бы я занимаюсь тем, что более-менее получается, как бы что приносит доход, вы сейчас скажете, что петухов много продал в прошлом году, но много продал, но в этом году как-то с петухами не хочу не хочу морочить голову, они вот это их кукарек, они, знаете, как оно мне надоело, поэтому я цыплят максимум продал, то, что у меня там чуть-чуть осталось, это так, может, себе на бульон, а может, кому-то еще 2-3 штуки продам, и еще мне написали, что мне не нужно продавать черных вот этих кур, типа, они такие классные, оставь себе, я не хочу их пускать в стадо в общее, потому что они как бы перепортят всю птицу, и будет некоторая птица тоже, ну, если от них потом уставлять цыплята, тоже с черным таким, отдельно их держать, я не знаю, мне кажется, я их старых уберу до осени, ну, две курицы, которые петух, а там посмотрим, вообще не хочу вот их оставлять, как бы, на то, чтобы на следующий год продавать, потому что я вам уже по этому году сказал, что, как бы, вообще непонятно, как будет с инкубационным яйцом, но на удивление, почему-то опять стали перепелиные заказывать на инкубацию, это странно, но спасибо, вот такие вот дела, да, мамульчика, эти какие сардельчика толстые, эти в возе, на-на-на, отдаю, отдаю, твоя деточка, все, твоя, твоя, вот так, ну, знаете, даже, как бы, вот эти не сильно так прям и плохие, конечно, было бы хорошо, если бы они были толстенькие, но самое главное, чтобы они выжили, может быть такое, что я их все равно продам, просто они будут примерно двухмесячные, да, а я их буду продавать, продолжать по цене месячных, да, и мне раньше, когда писали, что вот с такой доходяги ничего не вырастет, ой-ня-ня, вырастет, вырастет, если бы это был кабанчик, ну, как бы, вот такой доходяжный, он бы был еще крупнее, чем она, потому что кабанчики растут крупнее, ну, вот такие вот дела, все, ребят, нужно, знаете, что нужно, мне тоже уже писали, нужно покастрировать зайца, но, все никак, все никак, не то, что времени на него не хватает, а просто, как бы, ну, он мне не мешает, и я прям не помню за него, то есть, я вот часто за него забываю, что его нужно покастрировать, ну, как есть, так что, такие вот дела, да, ребятня, маленькие, маленькие, натуральные вьетнамчики от гороха с меленькими ушками, вот такие вот, не падать, не падать, друзья, что вы падаете, но это, это уже стабильность у нас, да, не ударились, не испугались, потому что, потому что, мне часто писали, что, когда вы падаете, то, некоторые люди из рук просто выпускают телефон с перепугу, вот так, тут получается, вот, осталось пять поросят, и, мне кажется, что все пять кабанчиков, было семеро их, две свиночки, я их продал, и вот осталось пять штук, скорее всего, что все пять кабанчики, ну, а тут, отсюда никого не продал, то есть, ну, потому что здесь тоже визуально кабанчики, а те, которые поменьше, но я их пока не хочу продавать, кажутся мне слабоватыми, но это все из-за того, что хавронья паразитка ничего не ела, так что, вот такие вот дела, отправил сегодня посылки с индюшками, там завтра, кто мне писал про индюшек, и я вам ответил, что да, я вам продам, напишите мне, пожалуйста, если сможете, еще просто какое-то сообщение, там, напоминаю, или я тут, или еще как-то, потому что, когда я выложил, ну, ролик в инстаграме про то, что, ну, меня по телевидению показали, то мне написали столько разных сообщений, спасибо всем большое за добрые слова, и я теперь буду долго искать, кому мне отправят, у меня там еще три заказа на индюшек, и завтра я их вам сделаю, но если у вас есть возможность, напишите мне, чтобы я долго не искал, вот такие вот дела, еще нужно вот этих перепелов убрать, это самцы, и они не нужны ни один, хотя, наверное, штук 4 нужно еще, но как бы тут есть, что убрать, нужно доформировать семьи, и все, а это лишние самцы, их нужно просто убрать на мясо, 3, 6, 10, ну вот тут 14, вот десяток еще можно убрать, не нужно, пожалуйста, ничего заказывать, перепелов, потому что у меня нету, у меня там есть заказы на них, но нужно их в порядке очереди все организовать, так что вот такие дела, ну, все, все нормально, сейчас почищу, и пойду спать, всем большое спасибо за просмотр, всем спокойной ночи, ну и всем пока-пока,